Третье за последние полгода уголовное дело возбуждено против политика Владимира Кармурзы. Если первые два за дискредитацию армии и руководство нежелательной организации, то сейчас Кармурзу собираются обвинить в критике российской власти. По мнению самих властей, это теперь государственная измена. Адвокат политика Вадим Прохоров пояснил, что госизменой следственные органы назвали выступление Кармурзы в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне. Важно отметить, что политик участвовал в разработке санкций против России, в частности, помогал американским властям составить список Магнитского. Но, по сути, сейчас его обвиняют в том, что он ругал Россию на публичных выступлениях. Прямо сейчас с нами на связь выходит Иван Павлов, адвокат, основатель проекта «Команда-29» и первый отдел. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Вы много занимались делами по госизмене. Что скажете о готовящемся обвинении в отношении Владимира Кармурзы? Ну, слушайте, дело, по-моему, такое беспрецедентное. Во-первых, беспрецедентно оно тем, что вот это четвертое на сегодня и третье до недавнего времени форма государственной измены в виде помощи иностранной организации в ведении деятельности, направленной против безопасности России. Вот эта форма никогда раньше не применялась на практике. То есть вот в наши радары пока не попадали дела, где бы мы встречались бы с подобного рода обвинением. То есть это как бы такое расчехление оружия уже массового поражения, потому что мы всегда говорили, что это, в общем, такая резиновая норма, резиновая формулировка оказания помощи. Что это может быть? Все, что угодно на самом деле. Ну и вот первый пример, о котором мы сегодня узнали, тоже как бы выступление на публичных мероприятиях. Какая-то даже на помощь-то не похожа. Это, ну, как-то даже подтянуть к этой резиновой формулировке все равно это тяжело. И второе обстоятельство, которое тоже, мне кажется, носит такой прецедентный характер. То есть раньше не встречалось, что уголовное дело будет расследоваться не чекистами, не следователями ФСБ, а следователями Следственного комитета, который как бы никогда такие дела не расследовал, ни опыта нет, ничего. И вот как бы первый блин, и, по-моему, очевидно, что комом. И как генпрокуратура определила подследственность специально для этого дела, отдав его не чекистам, а в Следственный комитет, ну, может быть, даже это обстоятельство говорит, что чекисты просто сказали, не-не-не, нам такое не надо, вот, ну, они хоть что-то-то понимают вот в госизменах, да. А здесь следователи Следственного комитета, мне кажется, просто, ну, как-то они перестарались здесь, перестарались. А это ФСБ от этого дела отказались, по вашему мнению? Или же это представители ведомства Бастрыкина, следкома, пытаются, наоборот, себя таким образом приявить, найдя вот такого госизменника? Ну, вы знаете, может быть, и то, и другое, да. И бастрыкинские товарищи хотят, так сказать, как-то вот выделиться вот в этой борьбе с врагами народа, с выдуманными врагами народа. Ну, поживем-увидим, как говорится, но пока что это дело носит чисто беспрецедентный характер. Какая тут может быть доказательная база? Ведь нужен мотив, нужны какие-то данные, которые человек передает или разглашает, как мне кажется. Ну, и получение денежных средств. Ну, я вам скажу так, что на самом деле госизмена, да, вот на сегодняшний день, она, возможно, ее совершение, да, в четырех формах. Первые три формы, это такие классические, которые вот с 2012 года у нас действуют в действующем уголовном кодексе. Первая форма – это шпионаж. Это когда лицо, которое не имеет допуска к государственной тайне, как-то выведывает сведения, составляющие государственную тайну, для того, чтобы передать их иностранной разведке. Вторая форма – это выдача государственной тайны. Выдача заключается в том, что лицо, имеющее допуск к государственным секретам, выдает доверенные ему по службе или там по работе государственную тайну. И третья форма – это вот как раз то, с чем мы сегодня знакомимся, да, это помощь, оказание помощи иностранной организации в ведении деятельности, направленной против безопасности России. Четвертая форма появилась совсем недавно, она введена в УК, по-моему, в июле этого года. Это переход на сторону противника. Старая формулировка из УК РСФСР. И вот оттуда позаимствовали, и сейчас появилась четвертая форма, которая тоже еще пока не применялась на практике и, надеюсь, просто не успеет. Но третья форма в виде помощи иностранной организации в ведении деятельности, направленной против безопасности России, эта форма, она никогда раньше не применялась. Иван, а стоит ли ждать, что, возможно, и других оппозиционеров, людей неугодных власти, и накомыслящих в скором времени, тоже начнут привлекать за то, что они когда-то на других площадках высказывали критику в отношении российской власти? Ничего исключать нельзя. Мы, в общем, и раньше говорили, что вот такая резиновая, обтекаемая, нормативно неопределенная формулировка позволяет творить произвол, позволяет, в принципе, классически преследовать по политическим мотивам оппозиционеров, что, в принципе, сегодня яркое дело, которое, так сказать, свидетельствует о том, что вот эту резиновую формулировку будут применять против оппозиционеров. Потому что, вот посмотрите, вот на всех тех фигурантов уголовных дел по государственной измене ни одного оппозиционера ведь не было. Ни одного оппозиционера раньше не привлекалось по статье государственной измене. Между прочим, самое такое страшное государственное преступление. И вот вам, пожалуйста, вот эта вот формулировка «спящая», да, третьей формы, она сегодня проснулась и стали применять именно против политической оппозиции. Поэтому, ну, можно предположить, что в дальнейшем она будет применяться против несогласных. Спасибо за этот комментарий. Я благодарю Ивана Павлова, адвоката, основателя проекта «Команда-29» и первый отдел, с которым обсудили то обвинение, которое в ближайшее время собираются выдвинуть в отношении оппозиционного политика Владимира Кармурзы по делу о государственной измене. А все лишь за то, что он выступал и добивался санкций в отношении российских чиновников за рубежом. Продолжение следует...